Три года ждала я, радостные события, все хорошо. Всем спасибо и администрации нашей, и Радаеву за то, что принимали в этом проекте участие. Всем-всем большое спасибо. 38 квартир в городе Балашове. Это вот счастливые люди с слезами, счастьем на глазах. Мы сейчас прошли по квартирам. Очень хороший, качественный ремонт. Вот так пафосно и торжественно минувшим летом администрация Балашовского района вручала ключи счастливым, как тогда казалось, балашовцам, участвующим в программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Прошло полгода, и те же некогда радостные новоселы вновь герои новостных лент. Только повод другой, печальный. До сих пор эти люди не могут въехать в новые квартиры. Дом сдан еще в феврале 2016 года, но только на бумаге, которую, по словам самих жителей, их уговорили подписать. Видите, нет счетчика. Уже все подписали, что мы все приняли, все в исправном состоянии. Иначе говорят, что не получите документы на квартиру. Вот ждем. И горячей воды нет. И отопление гудит. Мы спать не можем. Мы вообще в квартире в этой находиться не можем, потому что у нас гудит, как в самолете. Жить в таких условиях невозможно, в один голос кричат переселенцы. В их аварийном и ветхом жилье было и безопаснее, и комфортнее. В новом доме масса недоделок. Плитка на лестничных клетках не доложена, ручки на окнах отсутствуют, щели не заделаны. Но и это пустяки. Главное – отсутствие газа и света. Да и отопление дали в конце ноября, когда температура на улице опустилась до минусовых отметок. Дом промерз, стены покрылись плесенью. Сегодня температура в квартирах нижних этажей не выше 10 градусов. У нас нет отопления, нет коммуникации никаких. У нас нет света, это самое главное. С детьми просто вообще невозможно. На первых этажах вообще холод. Дренажа нет, сырость в комнате. Поэтому условий никаких нет. В квартире 8 градусов. Такое отношение застройщика фирмы «Эффенгрупп» не только к переселенцам. Многие люди купили квартиры в среднем за 1 миллион 600 тысяч рублей. Но до сих пор вынуждены жить у знакомых. Подоконников нет, ручек нет. Это моя ручка личная. Я купила, чтобы хоть как-то проходить на балкон. Вот такое электроснабжение всего подъезда. 38 квартир питается от такого щитка. Все временно. Из ответа «Эффенгрупп» разрешено. Вы пользуетесь вот таким светом. Кого он не бьет? Мы дождемся просто трубкой здесь. Несчастные переселенцы уже устали обивать пороги местной администрации. Писать в региональное правительство и министерство. Всякий раз ответ один. Ждите, в течение недели все будет. Однако, как в басне у Крылова, ВОЗ и ныне там. Просим о помощи. Все коллективно. Жить нам негде. Ходим с Китаем. Пусть приедет губернатор, подсмотрит, в каких условиях нас переселили. Казалось бы, зачем паниковать? Живите в прежних квартирах и ждите, пока дом доведут дома. Но в домах под снос тоже жить уже нельзя. Здесь срезали трубы отопления. На днях перекрыли газ в некоторых квартирах. Батареи нет, потому что у нас отопление сказали, не будем вам включать. Все мы посрезали. Плесень во всех углах. Смотрите, что есть. Это ужас невозможный. Люди там еще живут, они обогреватель включают. Здесь мы обогреватель включали, мы не могли согреть даже. Нечем, не могли. И газ, и вот этот запах невозможный. Не тут, нигде. Мы уехали. Вот сейчас живем в чужой квартире. А вот семье Кирсановых переехать некуда. Поэтому они вынуждены с несовершеннолетним ребенком жить в нечеловеческих условиях. По слухам, в декабре еще 30 счастливчикам должны вручить ключи от квартир. Опытные новоселы хотят предупредить коллег по несчастью. Получить ключи еще не значит получить квартиры. Люди отчаялись. Их не слышит ни застройщик, ни местная власть. На днях они написали письмо на сайт президента. Но надежды на скорое разрешение жилищного коллапса нет. А в то же время Балашов, по официальной информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, является одним из лидеров по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.